Белый бусил – один символ в Беларуси. У васаревичах его в уголе можно заместить на весковом гербе. Ранее гнезда этих птушек тут вылечались десятками, але лето сих колькась скоротилась. На думку мясовых же хоров, пауплывала засушливая на дворе. Калежаб, якими кормятся птушки, стало значно меньше. По этой причине некоторых птушенят дорослые буслы почали выкидывать с гнезда. Верогодно так на земле оказалась и эта бусляня. Але увыннику ему еще штыки пошанцевала. Надо помогу пришли люди. И хоть самостоинно забывать корм бусил, який отримал мянушку буся, не научился. Але своей гастрономичной схильности маем. Ловили мы лягушек и запускали в тазик. А с тазика он уже доставал ел. А так покупаем рыбку. Мойву. Хлеб ест иногда по чуть-чуть. А так покупаем рыбку. Печенку куриную. То есть сердце куриное. Вот такое ест. Ирина Сафронова, у якой поселився бусил, каже, что вельми спадзевалася в осенью бусе. Разом с іншими птушками накеруются у теплой краины. Але по неких причинах гэтага не здарылся. Обмежавание у местовой жахары птушцы не створают. У любым моментом она може полететь куды захоча. Але за доходом морозов такого ожидания бусе не выказывая. Бусил помянутся бусе, живе аккуратненько. Правда, с гэтыми птушками он не сябруя. Куры его бояться и близко подоходить не разыкует. При плюсовых температурах бусил, звучайно, з'ясняю подороже по вёсце и яеного коле. Причем, коли дорога, где птушку частуюсь автомобилиста, яна рухается выключена по обочине и николе не створая правдям водителям. А про чатаго пастовых вязковцев бусил неким чином ведая расклад руху автобусов и часто прилетая на припынах, где так само можно отримать ежу. У вогули гэтую птушку можно убачить усюды. Зараз гэтабадай самый знакомитый жахар вёске Осаревичи. Путешествую у нас по общей деревне. Бываю на ферме или магазине. Тут автолавка останавливается, около автолавки. На гнезда садится с детьми, до школы летает, с детьми там любит самобаловаться. Ну, люди вообще его любят, жалеют, короче, кто подкармливает по трошку. А так он дружелюбный, не бежит никого. Не глядячи на утинародную любовь, вязковцы спадяются, что летом бусил всё-таки долучится до своих сородичев. Головные копьяны прилетели в Осаревичи знов, бо колькась их гнезда вскорочается. Усувези с тем, что буслы часто становятся причиной аварии на электросетках, и при этом гинуть сами, зараз у вязцы почалась установка новых электричных опор. Местовые же хоры кажут, что смогли б зарабить гнезда для обтушек и на таких опорах, але у сёшки хотели б узгодить гэтэ пытание за энергетиками. Мечтым за ситуацией сочить у тымнику и собака-дружок, якого неколи привезли у вязку, а потом кинули господары с города. И он так сам изнашил притурок у вязковцев, а тому верить, что добрых людей на свете шмат. Олег Сентеров, Евген Макинка, Телерадо-компания «Гомель», Барагинский район.